здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас на обзоре садки я думаю что эта тема достаточно известная всем но судя по вопросам постоянным я понимаю что люди действительно не до конца понимают для чего и какой садок им нужно купить я поделюсь своим мнением на этот счет какие садки выбираю я для чего ну пару слов для чего какой служит да дальше уже сами решите какой вам нужен значит первый вариант который у нас здесь не представлен потому что я не захотел захл вот такую гору делать где меня будет не видно на столе раскладывать все садки я думаю что все таки я о каких-то из них смогу рассказать так что вы прекрасно будете иметь представление что я имею ввиду а именно начнем с лесочного садка то есть обычная леска больше в общем то ничего это самые простейшие садки самые недорогие которые существуют и самые недолговечные лесочные садки бывают из плетенки скажем так плетня плетение более плотная с ячеечками более крупными и так далее но эти садки сейчас все меньше и меньше на рынке появляются по той причине по двум причинам первое что леска в общем-то погниет она старится быстро это раз во вторых там где леска проходит по ободу вот в таких местах по ободу соответственно несколько раз в этот садочек вытянули из воды вы естественно тащите его по дну дно это камни но это коряги и все остальное земля абразива и соответственно леска несколько таких вот заходов туда садка и с рыбы с тяжелой с водой когда он тяжелый намокший и соответственно вы протираете обода и в общем то он приходит в негодность поэтому скажем так лесочные садки единственный у них плюс это что они быстро сохнут и не впитывают запахи вот в общем то и все но вот это фактически одноразовый вариант второй вариант это вот такие садки это достаточно бюджетный садок чем она скажем так чем он отличается тем что он максимально облегчен у него обода тонкие фактически это вот это прутья такие вот видите они вот сгибаются полностью то есть это вот только чтобы хоть как-то держать остов минусы этого садка в том что опять же я сказал что материал синтетический плотного плетения здесь вопросов нет но он облегает с внешней стороны эти кольца все обода кольца да соответственно при вытягивании из воды вы будете обтирать эти места и если вы ловите на камнях на канале на течении то вы однозначно как садок или там где судоходство и есть волна и так далее то есть у вас этот садок придет в негодность вот в этих местах все протрется достаточно быстро и вы его просто выбросите ну я вот упустил момент скажем так какие садки для чего но существуют круглые садки соответственно прямоугольные и туннельного типа так называемые скажем так самые оптим круглые садки это применяются для стоячей воды потому что если будет течение то или судоходство то у вас этот садок просто вот так будет кататься вдоль берега его прибьет параллельно к берегу да если камень туда положить или еще что то внутрь садка да и забросить с камнем то в общем то это тоже не до конца спасает потому что сильное течение или когда пароход или там теплоход какой-то яхта прошла то соответственно его крутит и его выбивает поэтому скажем так дальше следующий садок это прямоугольные вот такие садки которые сейчас наиболее популярны потому что круглые как-то все отходит дальше и дальше это садки в общем то изначально были серии river то есть река для течения ну соответственно этот садочек никуда не сносится небольшой минус его в том что когда течение идет то он упирается потоки воды упирается достаточно перпендикулярно вот в борта да и она течение не облизывает этот борт да ну борт садка да соответственно бок садка и соответственно нагрузка достаточно большая и его тоже часто скажем так начинает чуть затягивать но естественно это не сравнимо с тем как это происходит на круглом садке ну и третий тип это туннельный тип у нас здесь он не представлен потом скажем так их быстро разбирает очень у нас уже где-то недельки 2 их нет но скоро вроде как хотят приходим уже заказали привезут это низ прямоугольник а верх просто как туннель ну как вот представьте себе туннель обычной дорога да это ровная часть где он лежит и туннель соответственно это оптимальный садок с моей точки зрения именно как универсальный на которой вы можете использовать и на течение и на стоячей воде на течение соответственно давление чуть меньше вы избегаете вот этого вот момента да именно за счет округлой формы верхней части что потоки воды не так давит на него сильно и его не колбасит как что называется вот ну а нижняя часть она остается прямоугольной и она достаточно надежно лежит на дне и никуда не смещается ни с течением никак дальше по поводу сетки ободов я вам в общем то в двух словах сказал что здесь протирается сетка соответственно материал есть два это синтетический вот такой материал который похож на резку он грубо и жесткий и мелкого плетения есть материал тряпка ну просто как тряпочный тряпочный материал лучше не брать такие садки лучше не покупать именно по той причине что они очень долго сохнут они становятся очень тяжелыми когда намокают и они впитывают запах от них сильно пахнет то есть тряпочные садки брать не нужно вообще и третий момент их это то что тряпка в отличие от синтетики там есть момент хб все-таки нитки хб да и она исходит она также выцветает и стирается от времени я он быстрее выходит из строя ну и соответственно если у вас садок где-то рядом лежит где вы ловите вы можете крючком слегка зацепить и у вас будет тот же эффект что на сетках для подсачника когда крючок зацепляется за сетку вот тяжело вытащить приходится там дырку вырезать чтобы вытащить оттуда дальше на садках существует вот такая вещь она очень удобна для того чтобы вы выставили голову на садках как вам удобно вот под любым углом соответственно здесь стоит евро резьба вы можете как в палку включить туда стойку и поставить там воткнуть в берег также и можете для специального крепления к стулу креслу ящику платформе как вам удобно то есть вы одеваете и вы можете выставлять рубу-уголь жестко фиксировать то есть такие с такими креплениями садки удобны и в общем то нужны и полезны дальше теперь переходим вот такой модельки вот если вы заметили здесь у нас сразу идет сеточка такая это синтетическая плотного плетения а вот здесь идет первая секция из плотного материала я даю предпочтение плотного материалу почему потому что как правило вот эта секция первая там либо вы туда крючок иногда часто попадаете но я ловлю с платформы всегда у меня садок передо мной около ног висит да и соответственно я рыбку принимаю я ее соответственно иногда там кормушка фидерная там нужно отпустить либо штекерное удилище либо поплавочку то иногда крючок сюда попадает то есть вот здесь он соскальзывает от такого материала и он как правило туда не цепляется второй момент у садков это то то же самое что как правило подвергаются воздействию самому жесткому это нижняя секция верхняя усадка но верхняя потому что смотря где вы сидите то есть как правило это касание берега камней коряк там и так далее пока садочек уходит в воду да и соответственно самая нижняя его часть но вот для того чтобы избежать быстрого истирания верхней части я выбираю садки всегда вот именно вот такой вот таким материалом первой секции и дальше уже идет достаточно синтетический материал достаточно плотного плетения то мы мягко переходим к универсальности садка то есть карповый садок должен быть обязательно из плотного из материала с плотным плотным плетением практически там миллиметровым для того чтобы туда не попадали карповые половники карпа нижней хвостовой и верхней как правило двумя этими половниками карп всегда туда зацепляется и рыбе не хорошо да если вы поймал спустил ловите вы травмируете ну и соответственно вам предчасто приходится садок рвать он ввести он выходит из строя быстрее вот поэтому но минус этого садка то что чем плотнее при плетении тем больше он намокает тем дольше он сохнет тем сложнее из него выбить слизь которая осталась от рыбы это вот минусы плюсы плотного плетения сразу перехожу здесь же опять же скажу к универсальность это именно универсальность то есть из садка для плотного плетения в садок с плотным плетением материалом до синтетическим ниткой вы сможете положить любую рыбу платву карася карпа какую угодно вам не нужно иметь садки отдельно для карпа отдельно для там белой рыбы леща подлещик плотвы там и так далее я вот выбираю скажем так именно садки универсальные у меня были садки карповые с большом входом часто вот эта первая секция делается больше у карповых садков по размеру а дальше идут секции чуть поменьше для того чтобы вы соответственно могли не промахнуться лишний раз рыбы садок до попасть и не упустите вот но габариты этого садка естественно это его минус поэтому с скажем так садки универсальные для бели они как бы делают делались раньше именно с одинаковым количеством обод но одинакового размера до периметра обода одинаковыми ободами это соответственно удобно сейчас все больше и больше отходит именно в универсальность для садков до производителей и соответственно садочки выпускаются с одинаковыми ободами ну примерно 80 процентов вот как это видите по размеру каждого то он одинаковый и соответственно материал вот этот материал он тоже как я повторюсь сказал универсальный поэтому мой выбор это именно садок садки обязательно с вот таким материалом сверху но для меня это так потому что я часто ловлю на течении на камнях на платформе где часто чиркается садок гуляет там иногда от волны и от пароходов теплоходов и у меня и стирается вот такая сетка может и стереться дальше что самый важный момент в садке для меня это абсолютная истина это закрытая обода закрытая обода для того же когда вы вытаскиваете и тащите много раз по дну садок наверх к себе после рыбалки у вас обода трутся о дно камни коряги абразив и тому подобное и только в этой ситуации вы сможете сохранить и в свой садок намного много лет поэтому обода всегда углы всегда должны быть закрыты но с моей точки зрения до такой садок будет чуть тяжелее ну совсем чуть но зато вам прослужит в несколько раз больше чем садок допустим у которого не закрыта обода которые открыты ну и низ скажем так нижняя часть я на всякий случай раньше делал здесь специальную подвязку такую крест-накрест для того чтобы когда рыбу тащишь естественно вся нагрузка вот на эту нижнюю часть и в общем она чаще всего здесь и стирается но со временем я в принципе ни разу не упускал рыбу что так у меня что-то отваливалось и так далее просто периодически слежу еще часто бывает так что когда кто ловит на течении именно на сильном с судоходством то часто можно положить камень ну какой там размер вот такой допустим поменьше может быть в садок для того чтобы он сделал натяг трубу такую из садка да ну и соответственно потом можно вытащить еще момент что лучше этот камень подвязать не внутрь садка кинуть но если вы там редко очень ловить туда но часто можно подвязать вот здесь вот веревочки такие просто делаем веревки и подвязываем на них камень на чем-то до чтобы он держался тогда он не будет травмировать вот это нижнее дно садка саму сетку не будет рвать потому что когда вы камень об камень бросок садок с камнем бросаете он там бьется через сетку да получает сетка между двумя ударами камней которые над ней которые вы положили туда и здесь вы увидите есть такое было то вы увидите часто дырки которые именно от удара камень а камень произошли есть камень выносим до наружу соответственно такого не произойдет и у вас сохранится он долго в общем в двух словах наверное все ну соответственно добавлю что желательно чтобы это было не ржавейка потому что китайские садки там я в кайде какой-то видел то есть вот эти вот вещи они под защитами даже если есть защита человек приходил отворачивала там гниль то есть все заржавело то есть сам металл он заржавел то есть вот такие фирмы фирменные садки как вот алюминий до применяется то есть он соответственно долговечный он не ржавеет поэтому мой совет просто берите садок все-таки именитых фирм ну скажем которые на слуху вот у нас здесь например садок карпро фидер концептка садок флагман есть садок да его шимана поэтому вот скажем так такие садочки вы можете покупать и не бояться что они у вас там придут в негодность раньше чем вы того рассчитывали на этом все пожалуйста подписывайтесь на канал кому понравилось ставьте пальчик вверх для меня это большой от вас плюс большое спасибо я это очень ценю низкий вам поклон кто ставит и никто не смотрит видео без подписки а кто именно подписан на канал вам действительно вот низкий поклон от меня за все то доброе дело что вы для меня делаете всего вам доброго и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok и Продолжение следует...